Привет, YouTube! С вами канал BeLostTV. И сегодня я хочу рассказать об некоторых играх, которые, если честно, не являются легкими в нашей игровой индустрии. В большинстве случаев это наисложнейшие игры, которые могут бросать вызов любому практически игроку, которые отличаются своей заурядно высокой сложностью. Не важно что, боссы, или сами уровни, или даже просто коряво управление являются как-никак сложными играми, которые практически невозможны их пройти и просто от них реально жестко бомбит. И да, это видео не топ-10, поскольку топ-10 мне, если честно, стало как-то сложно делать, и поэтому, чтобы не возникало противоречий, мол, эта игра должна была становиться на первом месте, эта на другом месте, поэтому я буду тупо перечислять те игры, которые я знаю, которые являются наисложнейшими играми вообще-таки. Итак, поехали. Ну и, пожалуй, начну с игры, которая вышла достаточно давно, называется игра Ghosts and Goblins. В чем заключается сюжет этой игры? Игры, сюжет этой игры заключается, как бы сказать, практически сюжет повторяет Марио. То, что, мол, был такой король Артур, у него была принцесса. И однажды принцессу похищает сам Сатана. Вот. Главная задача теперь Артура спасти эту саму принцессу. Вот. И, казалось бы, в чем заключается сложность игры? Заключается сложность игры в том, что здесь король Артур, он как бы... Сейчас скажу. У него, короче, есть специальные такие доспехи, которые... Сейчас. Так вот, у него, у короля Артура, практически самые неудобные доспехи в игре. Дело в том, что при каждом попадании у него сначала отпадут доспехи, а при каждом втором попадании он начинает самостоятельно сам умирать. Так вот, еще здесь одна сложность игры в том, что здесь практически неудобное оружие. Например, фаерболлы, которые стреляются практически по дуге. И наносят некоторым врагам не очень большой урон, из-за чего некоторых врагов либо остановить невозможно, либо умирают не сразу. Вот. Из-за чего эту игру прозвали одной из самых сложнейших игр. Так как я уже вам сказал то, что здесь, во-первых, две жизни. И если вы проиграли где-то, например, в центре уровня, вам придется начинать все сначала. Вот. Идем дальше. Следующая игра, которую я хочу назвать, это Battle Toads. Battle Toads, она была названа самой лучшей игрой на двоих. То, что можно было играть с друзьями, играть за двоих лягушек, которые спасают какую-то планету от каких-то монстров. Особого сюжета я как бы не нашел в этой игре. Но, почему игра является одной из сложнейших? Во-первых, потому как здесь такие достаточно, ну скажем так, есть сложные некоторые испытания, во-первых. Во-вторых, друг может вас случайно просто ударить так, что, мол, он улетит куда-то в пропасть. Ну и третья, главная причина этой сложности игры, я вам сейчас покажу. Так, вот сейчас покажу вам. Ну вот, даже не здесь. Вот она. Это гонки на вот таких вот мото... Мотогидроскутерах, где нужно каждый раз... Есть такое, короче, одно испытание, где вот здесь вот, в правой границе экрана, там появляются кое-какие штуки, через которых нужно прыгать. И они появляются практически моментально, из-за чего ты вот так вот начинаешь перепрыгивать. И, блин, и к тому моменту, когда ты уже успеешь перепрыгнуть, у тебя исчезнут практически все жизни. И приходится начинать сначала, потому как эта игра не щадит ваших ошибок. А это, кстати, плохо достаточно для этой игры. Следующая игра это Super Meat Boy. В чем заключается сюжет этой игры? Мы в роли вот такого вот мясного парня спасаем какую-то девочку-пластырь от какого-то черного чувака. И, собственно, все. Прыгаем по уровням, везде прыгаем и всякое такое. Казалось бы, в чем заключается сложность? А сложность заключается именно в этих прыжках. То, что каждый уровень, он особенно сложный. То, что, вот реально, где-нибудь неправильно прыгнешь и все. И тебе будет капец. Потому что, вот, иногда появляются такие уровни, в которых ты не понимаешь, куда нужно прыгать, как это сделать, почему. А еще, вдобавок ко всему, здесь очень много ловушек. Очень много ловушек, в которых приходится часто попадать. Я, конечно, в Super Meat Boy не играл. Это я вам точно скажу. Но я даже не пытался в нее играть. Поскольку она реально сложная, эта игра. Я вот посмотрел несколько прохождений. И я такой думаю, блин, мне эта игра точно не подходит. Серьезно. Следующая игра Dark Souls. И не просто Dark Souls, а целая трилогия этой игры. Где главная суть этой игры, собирать души всяческих монстров, зомби, да и прочей такой вот нечисти в игре. И, блин, боссы в этой игре, они, знаете, по сравнению с Cuphead, просто реально короли этой игры. Поскольку эти боссы, они самые нечестные во всей вообще игровой индустрии. Поскольку они убивают здесь вас очень часто. Они убивают вас больно. И если вы проиграете в любом боссе, вас просто перенесут на сохранение, где вот такой вот костер есть, в котором вогтают меч. И вот вас перенесут туда. И вам снова нужно бежать через все это к своей душе. А если вы еще и души потеряете, то все, короче. Вот реально, вы будете в такой ярости, что, серьезно, я вот опять же смотрел некоторые прохождения игры, и я понял. Трилогия Dark Souls это не мое. Я еще даже не говорю про Bloodborne, который практически полностью копирует Dark Souls. Полностью. Разве что вместо действия другое. А так, практически полная копия. Серьезно. Ну и раз уж мы начали упоминать Cuphead, то почему бы, собственно, о нем не поговорить. Cuphead, если честно, для меня оказалась действительно сложной игрой. Поскольку в игре действительно есть парочка боссов, о которых я говорил в топ-10 сложных боссов в Cuphead. Вы можете его посмотреть. Годный ролик, сразу говорю. И половина боссов действительно сложна. Но, если хорошенько в них разобраться, то их достаточно можно пройти на изи. Реально. Вот. И в чем суть игры? Нужно побить всех боссов и дойти до дьявола. Хотя я о сюжете вроде говорил в топ-10 сложных боссов в Cuphead. Мне кажется. И, если честно, похвалить игру можно за две причины. Во-первых, изобретательность боссов. Во-вторых, за попытку разработчиков сделать анимацию в стиле Disney, Columbia Pictures, Warner Brothers, Metro Goldwynn Mayer. И все это из 30-х годов. Вот реально. Хорошая попытка. И попытка у них удалась. Эта игра мне действительно понравилась. Но было много хейта по поводу боссов. Потому что были такие боссы, которых просто реально, их было невозможно завалить. Я сейчас не говорю не про гильду Герберг. Я сейчас говорю о другом. Сейчас я вам покажу, о ком я говорю. Об вот этом вот. О Доктор Кахалс Робот. Одно... Я говорю об одном из самых сложных боссов этой игры. Если вы думали, что Дьявол сложный босс. Посмотрите на этого босса. Его реально было невозможно завалить. Я признаюсь в этом. Он намного сложнее. Здесь из всех сложных боссов я могу выйти только двоих, как мне кажется, боссов. В троих. Это Гриммэнштик, потому как я на нем достаточно долго засиживался. Доктор Кахалс Робот и Кинг Дайс. Все. Это три сложных босса. Реально. Вот правда. Вот правда. Особенно Доктор Кахалс Робот, который просто-напросто он меня улыбешивает. Особенно вот самая последняя стадия, это самая сложная. Реально. Я сидел, главное, играл, 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 играл. И блин, у меня реально пот шел со лба. Лишь бы не попасть под вот эти красные хрени. Серьезно. Разработчики, вот серьезно. Вы здесь нагнули палку окончательно. Но, по крайней мере, вы смогли хоть что-то сделать действительно хорошего босса. Пускай сложного, но запоминающегося. По крайней мере. Следующая игра, которую, если честно, я в нее недавно играл. И она меня практически сразу же выбесила. Это Getting Over It with... Как его правильное название полное? Беннет Фодди. Это практически, во-первых, самая странная игра. Во-вторых, она дьявольски сложная. Объясняю почему. Здесь вы играете за какого-то чувака. Видимо, его зовут Беннет Фодди. Который... Который, как ни странно... Так. Тут какая-то вообще ерунда побежала. Так. В общем, вы играете за Беннет Фодди. Который... В каком-то странном котле. И с молотком в руках. Начинает... И лазить по... Вот этому вот... По какой-то горе. Вот. И... Сейчас, погодите. И вот он лазит по какой-то горе. И... Казалось бы, нужно... Что нужно сделать в этой игре? Нужно добраться до какой-то телебашни. И тем самым отправиться куда-то далеко в космос. Так вот. И казалось бы, в чем сложность игры? А сложность игры в рукожопости этого Беннет Фодди. Серьезно. Управлять этим молотком реально невозможно. Поскольку я пытался реально на какие-нибудь камни взобраться. Но он махает этой вот сраным молотком настолько сложно, что... Я бросил... Я практически играть в это бросил сразу. Потому что... Потому что в это играть было реально невозможно. Еще вот этот вот шарик все время идет. Блин. Это нечестно. Правда. Нечестно. И еще кое-что на заметку. В игре есть такая штука. Сейчас ее попробую найти. Она вроде где-то есть. Ну, в общем, есть одни такие специальные рельсы, на которых нельзя заезжать. Потому что если вы на эти рельсы начнете заезжать, они отправят вас от того места, где вы были, в начало. Поэтому я вас уверяю. Не надо. Не надо на эти рельсы заезжать. Иначе вам станет вообще куда хуже. Ну и последний пример в качестве того, какие игры бывают сложными. Практически реально лорд всех игр наисложнейших. Это Flappy Bird. Одна из самых наисложнейших игр всех времен. В чем прикол этой игры? Вы. Маленькая сраная желтая птичка, которая должна пролететь через трубы в стиле Марио. И все. И эта птичка абсолютно не умеет летать. Все, что нужно делать. Нужно тупо просто нажимать на эту птицу. И она будет лететь с каждым вашим нажатием. Если вы не будете нажимать, то птица начнет опускаться вниз. Причем опускаться она будет кубарем. Буквально камнем вниз. И если вы по какой-то странной случайности заденете какую-нибудь трубу, вам придется начинать все сначала. И так каждый раз. Серьезно. Эта игра одна из самых наихудших игр. Не просто наихудших, а наисложнейших игр. Вот. Ну, вот такой вот пример того, какие сложные игры бывают. Поэтому перед тем, как вы будете качать эту игру или покупать в Стиме, подумайте. А стоят ли эти нервы ваши... Эти нервы... Стоят ли эти игры ваших нервов, так сказать. Так что подумайте. Да, и кстати, пишите в комментариях, какие еще игры я не назвал из сложных игр. Может быть, когда-нибудь запишу видео второй части, где я приведу в пример еще несколько игр. Так что пишите в комментариях. А пока ссылка на выка в описании. Ставьте лайки. Подписывайтесь, комментируйте. И удачи.